Продолжение следует... 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 Зачитываю проект решения. По внесению изменений в решении Совета депутатов муниципального города Калькова от 17 декабря 2014 года, номер 46 и от 17 декабря 2014 года, номер 47. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 2-3-3-2-2014 года, номер 460, по вывлеждению формы справки о доходах расходов по имущественному предприятию и имущественному характеру, по внесению изменений в некоторые акты президента Российской Федерации предлагаются принадлежные решения. Первое. Внештимые решения Шамита депутатов муниципального города Калькова от 17 декабря 2014 года, номер 46, по представлению лично, внесающей муниципального должности на постоянной основе в сведении о доходах по имущественному и имущественному характеру следующие изменения. Первое. Пункт 2. Решение признать потративших сил. Второе. Пункт 2. Приложение 1. К решению. Слова, неупрежденные форму справа, в жизни слова, неупрежденные президента Российской Федерации, в форме справки. Второе. Внести в решение Шамита депутатов муниципального округа контроля от 17 декабря 2015 года, в 2007, по предоставлению лично, в замещающей муниципальной должности на постоянной основе в сведении по расходах, следующие изменения. Первое. Пункт 2. Решение признать потративших сил. Второе. В пункте 2. Приложение 1. Решение. 2. 1. Слова, неупрежденные формы, неупрежденные. 2. 2. Дополненность обстоятельствующих содержания. Укаженные в сведении отражаются в соответствующей разъеме справки о доходах, расходах у имущества и обязательствах имущественного характера, форма которых утверждена президентом Российской Федерации. Третье. Публиковать настоящие решения в муниципальной газете муниципальной вести Канькова и разместить на следующий администрацию муниципальной вести Канькова. Четвертое. Контроль за исполнением настоящего решения возможной главной муниципальной вести Канькова есть на Сергею Николаевичу. Уважаемый директор Афигасова, сразу к черному голосовать. Тогда прожим голосовать, кто за данное решение. Кто за? Спасибо. Кто просит? Кто воздержался? Где есть? За. Проносит нет, воздержавшись. Спасибо. Переходим по второму вопросу в следующий дня. Может, в основании проекта женили и схемы размещения вести Каньковых объектов на территории Афигасова. Правильно, решение по данному вопросу решения по второму желанию калинатолю и соответствующему докладу, как и на основном вопросе. На заседании комиссии по перспективному развитию было рассмотрено обращение исполняющего обязанности главы управы Егорова в том, чтобы рассмотреть вопрос о внесении изменений в сезонных инстанциональных объектов юго-западо-административного округа города Москвы, в том числе по бахтевому развалу по адресу Неполшима-Классу отрубки Чечни. Это с 1 августа по 1 ноября по установке елочного пожара, Миклопомаклая, дом 37, Неча-Профсоюзный, дом 80, через 20 декабря по 31 декабря. На заседании было принято положительное решение, которое вынесено в том числе и на заседании с обращение. Спасибо. Вопрос, что у нас есть? Ну, не больше, да? Значит, пожалуйста. Вопрос. Один и тот же? Вопрос. Вопрос. Нет, это будет же акцент проводиться. Вопрос. 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 Продолжение следует... 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 детского творчества, велика по вере посещается. Я больше 20 билетов хочу передать ребятам, которые рисовали эти открытки. Да, я хочу сказать... Я думаю, что там и Николай, мы открытки рисуем каждый год в 40-50 штук. Как бы, а Юго-Страк они начали по потребителям. Это было на дому, что сотрудники делали такую-то работу. Каждый ветеран это 30-40 минут общения, и люди получали открытки, рассматривали, продуктовый набор, конечно, отцы очень. Спасибо за ваших сотрудников, которые действительно с душой проводят такие акты. 60 человек обслуживали, это... Вы уже обслуживали? Да, конечно. Это обслуживали, 60, это большая работа, другие медали, насколько я поняла правильно, да? То есть у вас медали вручения. Медали вручали не только нашим клиентам, которые обслуживаются на дому, а где-то просто из дома не выходят. Это все была отдельная эпопея. А сейчас просто мы вот с Михайловичем звонили, мне надо сразу откликнуть, чтобы дать дать дону. Дети все дорисовали, все в перелитах писали, в общем, все. Дети, которые приходили поздравлять, они либо сами всех выучили, либо засчитывали с выражением, то, что мы писали. Молодцы. Вот, поэтому праздничный учил. В праздничном учил. Молодец, Маврия Николаевна, Смоленская Ельхановна, Молодцы, Маврия Николаевна. Да, видите, который... Спасибо. Спасибо вам большое. Так, уважаемые депутаты, у вас еще есть объявления? В разном, пожалуйста. Ну, уважаемые коллеги, вот у меня сегодня на электронную почту поступило весьма интересное сообщение. Некий непредставившийся журналист пишет о том, не могли бы вы рассказать о том, что на почтовых ящиках жителей, в том числе и в вашем районе, появляется некая черная метка. Вот. Что такое черная метка и вообще, о чем здесь речь? То есть, где, к сожалению, представление... Да нет. Ну да, выиграет. Вот что это такое? Вот они будут свои товары разносить, и они уже отмечают, где они были... Наоборот, отмечают жителей, чтобы не закидывали рекламу туда-туда. Вернее, рекламщики отмечают... Да, чтобы удовольники... ...которых все выкидываешь. Да, да. Но еще другая вещь... Еще другая вещь. Нет. ...дакое задание. Мы просто... Все дома, куда приходят наши социальные работники, а все-таки у нас практически в каждый дом, который есть в наш районе, приходит социальный работник. И там заведующие объединения, обследования мы какие-то проводим, в мониторинге проводим. Поэтому нам получается такое задание, если мы могли и в такие ящики фотографировать. Оказалось, их у нас в районе не так уж и много. У нас же все вам нужно. Примерно, я посмотрела. А так вот, как Владимир Юрьевич сказал, что это отмечают, откуда все рекламки выкидывают. Что-то еще почтово работать, отмечают, куда они... Потому что Владимир Юрьевич отмечает, куда они какие-то газеты кладут, еще что-то. Ну, просто точечку такуюечку черную ставить. А что, например, я сказала, что petit жало, были такие точки. Наш заведующий поехал туда с luz работником. Они все смели все эти точки. Наша точечки перекрашивать, выпіш its moi. Светлана Николаевна, как вы这个 уже смеши в Сите? Усе подожди. А мы что ли? Да, да, да. Вот мы в Макданах два везда в подъездах были в этой точке. У нас все темы не было, что проверили. У нас тут не на груз. Так, спасибо. Еще есть какие-нибудь? Еще нет, я еще была проводить. Да, Сергей Михайлович, расскажите нам, пожалуйста, как заместитель председателя, глава администрации, что же судебные тяжбы у нас идут с Батентом Сергеем Викторовичем? Потому что некоторые люди даже... Дарья Георгиевич, вы знаете, нет? Ну, надо как-то поставить депутату в известность, что происходит на наши председатели. А потом у нас есть представитель, который нами выбран, который, извините меня, Сергей Иванович, мы не удивляем, я бы хотел, чтобы когда-то будет в суде. Вы знаете, что ваше решение Сергея Николаевича спаривает в суде о назначении Батентом Сергея Валентиновича? Как-то все это происходит в непонятных линиях. Может, вы нас там же выслабили, что нужно? Спасибо, вы просите на дар. Вопросы на дар. А, ну что, мы еще не поможем, да? Вы можете сейчас не поможем на дар? Нет, 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 нет. Процесс пошел, глава дружба, пожалуйста, на дар, не как дар, не как дар, не так, не череповая, но и череповая, но и череповая, если вы делаете, или информатик возьмал вопрос? Да, мы в следующем моменте в дар, в суде находимся тело, по обоставиванию результатов с фунт-суновой ценической, мы, соответственно, в соответствии с решением, что видим, которые нужно учредить, что не нужно, что не нужно. Судина готовится. Я там была, как почитаете, все это результаты, поскольку судина готова есть. В отпуске он стал доверенность, что стало интересно. Мы не оспариваем, о том, что депутатов, я, что-то спрашиваю, я не оспариваю режим, его не протестовую. Да, да. Ну, мы должны быть в курсе, а то что происходит? Тогда зачем... Из-за того, что я не знаю, тогда зачем логики нет? Раз, правильно, Ирина, ирина сказала, а во-вторых, нет логики во всем. Вы как бы ничего там не делаете, но присутствовать должны почему-то в суде, почему-то не депутаты. Я же понимаю, почему-то наше решение. Вот депутатов. Маликеты ставят на логу заставят. Вот сейчас ставят на логу заставят. Вы знаете, что на нашей стране живота? То есть, если наставят признаки на логу заставят? Я думаю, вы слышали, что я... Преставайте. А в пары не делали. Я не отдавал, я отдавал. Это идеальное решение. Почему-то не таки, я не могу сказать, что-то не так больно, мы считаем. Они же в основном дискаративе, получается так, что было полный дискаративный. Давайте, чтобы я немножко в курсе, больше следов. Я тогда доведу... Да, доведу до свидетельства. Да, я думаю, что проведу. Да, я думаю, что проведу. Спасибо, Иван Николаевич. Спасибо, Иван Николаевич. Спасибо, Иван Николаевич, как Сергей Николаевич. Все это идет не плохо. Значит, у нас было... проведено мероприятие по поводу того, что мы выбирали заместителя руководителя администрации. Значит, вообще-то... Ну, я бы управлялся, я бы не управлялся. Глава ждал, потому что я... Да, решение... Значит, у нас было решение ставит депутатов по выбору главы администрации, которую мы провели... Которые приняли. Которые приняли. Девять против пятерых, по-моему, да, это решение было, значит, принято за основу, и Батент, и Сергей Валентинович должен был вступить в должность, опять же, главы администрации. Потому что... Да, да, да. Вот, вот здесь, оказывается, что нашлись какие-то вещи, которые Сергей Николаевич, это наш руководитель главы округа... и выходит... Глава... Глава... Человеку, который не сдал там что-то, дополнить пакет документов. Но выяснилось так, что опять же Сергей Николаевич от нашего лица подает на решение Олега Депутатов о том, что оно принято неправомерно и считает, что Батенко не может быть назначен на должность, которая не так было. На должность руководителя подает на это исквое заявление в суд и вчера прошло второе судебное заседание. Вот я к чему веду данный разговор, что некоторые депутаты даже вообще в принципе не владеют ситуацией. Кто на кого подал, почему подали и почему от лица именно депутатов выступает, а мы даже и не вписали. Вот в общем-то такая вот краткая речь по этому моменту. Поэтому я бы хотел сказать, если мы уж действуем от лица депутатов, то уж депутаты должны быть. Хотелось все в курсе, что происходит. Это раз. Второе. Помните, мы с вами разговаривали о том, что Сергей Николаевич говорил, что любое решение будет принято, если мы проведем эту процедуру, этот конкурс, независимо ни от чего. Будет назначен тот человек, это я помню до слова, чтобы вы все поняли о чем идет речь, кого выберут депутаты. Депутаты, я не хочу сказать, что имя Григорьевна хуже, может она намного лучше. Но в этот момент депутаты выбрали Блатенко Сергей Валентинович. И вдруг получается, что теперь это решение оспаривается. Конечно, это ее право, но я не думаю, что она сама все к этому подошла. Никогда бы имя Григорьевна не побежала в суд. Не нужно ли это? Да. Здесь есть подводные камни какие-то другого направления. Вот, Михаил Николаевич. Ну, как-то интересно. Я не могу, если все-таки предоставил. А что вам основания? Значит, скажите, что, да, что предоставил. Вчера даже состоялась вот эта партнерия. И вчера как-то суд, почему-то удивительно отказал, хотя. Отказал Сергей Николаевич. Ну, не так. Не так. Не так. Нет, ну, как-то, не так. Я к тому, что Николай Николаевич, буквально еще минуту, что у нас Сергей Николаевич решает мнение свои вот так, как удобно ему. Когда мы обсуждали этот вопрос, мы решили, что будет определенный выбор какого-то кандидата. На что он сказал? Это решение депутатов. Будет любой того, кого выберут депутат. Депутаты выбирают, решение почему-то оспаривается. Когда я подал на вас суд, вы меня почему-то все осуждали. Вот. А я вам сразу говорю, что я подам решение тех, которые считаю неправоменным. Мы там проиграли только потому, что мы просрочили там строк, как они нам объяснили. Ну, в общем, такая ситуация. Но мы еще оспорим, подождите, еще не до конца. Спроси, Михаил Николаевич, на самом деле мы решили, что многие были не в курсе, например, говоря, ну, я отношусь, кстати, к чему-то в курсе, что же делал. Вот. Ну, это... А, как, как? Вот. А, как, как? Вот. А, как, как? Вот. А, как, как? Ну, я пояснил, что здесь не в курсе, Михаил Николаевич, да? Это не в курсе. Любое решение, любое действие, оно может быть оспорено в суде любым человеком. Правильно? Ну, нет. Это однозначно правильно. Но дело в том, чтобы тогда же обратно депутат и решить будет можно. Никогда не признали. Корректор и Дмитрий Николаевич пока есть. Любой человек, любая человек, любая человек. Что вы говорите, что вы могут только в superstarsной судде. Да. Правила Калача, что каждый день есть право служить без защиты, toch? То есть кое-что вероятность не идет. И я думаю, что... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok